Воровать на дорогах, да и в других отраслях у нас, возможно, будут меньше после создания антикоррупционного суда. Уже несколько месяцев народные депутаты обещают, что вот-вот создадут этот важный для страны орган. Последний дедлайн назначен на следующую неделю. Дойдет ли до выполнения этого обещания, спросим у замглавы крупнейшей фракции парламента, Блока Петра Порошенко, Алексея Гончаренко. Он с вами на связи. Здравствуйте, Алексей. Вот смотрите, и сами депутаты, и эксперты утверждают, что законопроект об антикоррупционном суде может быть принят только в четверг следующей недели. Я правильно понимаю, что вся неделя в парламенте у вас может быть фактически заблокирована только этим рассмотрением? Или все-таки дойдут руки до других вопросов? У нас еще осталось 600 поправок по антикоррупционному суду. Очень сложно прогнозировать, сколько это займет времени, но к четвергу мы это точно закончим. И поэтому в четверг сможем голосовать о законопроект об антикоррупционном суде в целом. Что касается других законопроектов, тут уже с какой скоростью парламент рассмотрит оставшиеся правки и закон об антикоррупционном суде. Я бы все-таки говорил о главном, а главное сегодня именно этот закон об антикоррупционном суде. И следующая неделя должна стать антикоррупционно-судебной. Алексей, а вот не получится ли вот так, что за антикоррупционный суд в последний момент все-таки голосов не хватит? Вот по вашим ощущениям, каким может быть итоговый результат во время голосования? Знаете, гадать на кофейной гуще или быть в роли Нострадамуса я не хочу. Могу сказать, что сегодня в Одессе, только что мы проводили президента Украины, он был с рабочим визитом в Одессе. Президент говорил о том, что нам абсолютно необходим антикоррупционный суд. Наша фракция Блока Петра Порошенко собирается поддерживать этот закон. Мне кажется, что есть высокие шансы на принятие этого закона. Хорошо. Следующий вопрос у меня касается многострадального законопроекта о национальной безопасности. Его уже как минимум зимы обсуждают, но вот рассмотрение в зале так и не началось. На этой неделе, наконец, могут заняться этой темой или нет? Я думаю, что на следующей неделе каких-то серьезных крупных законопроектов, кроме тот, который мы с вами обсудили, вряд ли мы сможем просмотреть и принять. Думаю, что все-таки начать нам необходимо с этой системной антикоррупционной реформы. После этого у парламента до каникул будет еще несколько сессионных недель, и у нас будет возможность рассмотреть и закон о национальной безопасности. Ну, Алексей, давайте еще обсудим последние политические сплетни. На этой неделе активно обсуждаются кадровые вопросы. Появился еще один якобы претендент на вылет из Кабмина, Александр Данилюк, министр финансов. Его отставка возможна или это просто спекуляции? Как вы считаете? Если будет заявление Данилюка об отставке, то я не вижу смысла человека держать. В то же время я пока такого заявления не видел. Представление премьер-министра об отставке Данилюка я тоже не видел, поэтому сегодня говорить очень рано. И я хочу напомнить, что у нас уже есть несколько министров, в частности министр аграрной политики и министр информационной политики, которые написали заявление об отставке уже достаточно длительный период назад, там около года, и до сих пор эти заявления парламентом не рассмотрены. Спасибо вам за участие в программе. Алексей Гончаренко, замглавы фракции блока Петра Порошенко, отвечал на мои вопросы. Спасибо вам.